Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Сегодня хотелось бы поговорить на тему, связанную с тем, какие акции не стоит покупать в настоящий момент, в принципе не рассматривать покупки в инвестиционном портфеле и по каким причинам, то есть на что нужно обращать особое внимание в настоящий момент. Данное видео, оно касается на самом деле глобальных историй, то есть не только на территории России, но я знаю, что многие люди по-прежнему занимаются инвестициями глобально, очень много людей, кто в свое время зарабатывал, я не знаю, на IPO, зарабатывал на акциях роста, очень много инвестировал в технологический сектор, американский, какие-то бумаги заблокированы, какие-то бумаги не заблокированы, то есть мы сегодня не будем касаться вопросов инфраструктуры, мы сегодня поговорим непосредственно о рисках, в каких акциях не стоит находиться, второе, какие акции не стоит рассматривать в качестве объекта для инвестиций, потому что здесь может получиться такая интересная картина, что люди смотрят, допустим, на технологические компании, которые еще год назад торговались в два раза дороже, торговались там в три раза дороже, то есть скорректировались процентов на 70, и часто, это одна из ошибок инвесторов, да, есть такая история, вот компания вчера стоила 100 долларов, сегодня стоит 30 долларов, а куплю-ка я ее, будет она снова стоить 30 долларов, я заработаю 300 процентов. Думаю, что сейчас нужно быть более осторожным людям, кто использует такой подход в инвестициях, почему, расскажу в данном видео, если интересно, оставайтесь до конца. Что хочется сказать, друзья, вот сейчас на графике вы видите у себя такой интересный график, это средняя ставка кредитования по кредитным картам в Соединенных Штатах Америки, то есть можно видеть, что с 2021 года ставка там с 14,8% увеличилась до 20%. Удивительного в этом ничего нету, потому что Федеральная резервная система США повышает процентные ставки, то есть в 2023 году ожидается, что преодолеют порог в 5%, потому что пытаются победить инфляцию, и Федеральная резервная система США уже многое для этого сделала. И, как я уже тоже говорил на канале, да, нужно понимать, что управление денежно-кредитной политикой, она вот такое инерционное. То есть после того, как произошло действие по ужесточению денежно-кредитной политики, до того, как это перейдет в реальный сектор экономики, то есть это некий такой свежевыкачанный мед, да, то есть вот молодой мед, может быть, кто покупал, пользовался, вот если вы капните на стенку чашки, да, ложку нальете, он как бы плавно стекает, и не сразу, как вода, допустим, достигает дна. Вот с денежно-кредитной политикой то же самое. Повысили процентную ставку, это не значит, что сразу что-то в экономике реально произойдет. То есть чтобы что-то произошло, вот это ужесточение, оно сначала доходит до первичных дилеров, крупных банков, да, потом от крупных банков сползает постепенно ко вторичным банкам, после того, как это ликвидность, ужесточение произошло в финансовой плоскости, в финансовых учреждениях, финансовые учреждения поменяли свою политику выдачи кредитов, оценки кредитоспособности заемщиков, пересмотрели, повысили процентную ставку. Только после этого эффект перекладывается непосредственно на людей, которые берут эти кредиты, на повышение процентных ставок по кредитным картам, по ипотеке, по автокредитованию, по инвестиционным кредитам, которые берут организации, и это не происходит мгновенно. Вот этот вот лак реального влияния составляет где-то порядка 6-9 месяцев. То есть, если Федеральная резервная система США только к концу 2022 года повысила процентную ставку до 4.75, реальный эффект, который скажется на экономике, мы почувствуем там как минимум только через полгода. И если в этот период еще будет продолжаться ужесточение денежно-кредитной политики, то, соответственно, нужно понимать, что сентябрь 2023 года может быть достаточно печальным. Давайте назовем это так. Это первая история. Второе. Федеральная резервная система является хедлайнером в мировой экономике, то есть является топом, на которого ориентируются все. То есть, если ФРС ужесточает денежно-кредитную политику, вторым за ним очень близко пытается держаться Банк Великобритании, потом Европейский Центробанк. Почему это важно понимать и осознавать? Потому что мы сейчас начинаем наблюдать, что если Федеральная резервная система США с весны 2022 года ужесточала денежно-кредитную политику, Европейский Центробанк начал это делать только в ноябре-декабре 2022 года. То есть, отставание от ФРС идет в районе 6 месяцев. Опять, о чем нам это может говорить, что мы можем в этом случае прогнозировать? Что с отставанием в 6 месяцев, это получается лето 2023 года, мы увидим, наверное, пик по ужесточению денежно-кредитной политики со стороны Европейского Центробанка, потому что им инфляцию также нужно сдерживать, то есть никуда не денется. Повышение стоимости денег в экономике приводит к тому, что экономика может войти в рецессию. Потому что, когда кредит становится дорогим, ну еще раз, люди пользовались кредитными карточками и платили за это 15% годовых. Сейчас уже платят 20%. Я не исключаю, что может ставка вырасти до 25%. И каково это? На 10% увеличивается стоимость обслуживания. Причем кредитные карточки, ребята, это револьверные кредиты. То есть, эта история, ты внес минимальный платеж 3% от задолженности, да, и опять можешь ее пользоваться. Но если раньше ты пользовался и 15% сверху банку отдавал, то к середине 2023 года будешь отдавать 25%. То есть, на 100 долларов, которые ты брал по кредитной карточке, год назад ты платил 15 долларов процентов. Сейчас будешь платить 25 долларов процентов. Это на каждые 100 долларов. А на 10 тысяч долларов? Ну давайте посмотрим, средний лимит карточки, там, 10-20 тысяч долларов. 10-20 тысяч долларов, которые стоимость обслуживания 25%. 5 тысяч долларов, да, это только стоимость обслуживания этой карточки. То есть, что бы у тебя было. А что в это время происходит с самой экономикой? Что происходит с твоей зарплатой, дорогой ты мой человек? Что происходит с безработицей в этот период? Потому что у компании тоже стоимость обслуживания кредита растет. Компания начинает увольнять людей, потому что начинает оптимизировать затраты. Потому что у них дешевый долг замещается более дорогим долгом. И компании начинают банкротиться, очень сильно сокращать персонал. Поэтому, когда я смотрю на год 2023, и мы говорим про акции, которые не нужно покупать. Опять, большая очень предыстория. Но опять, я стараюсь сделать выводы после логики моих умозаключений. То есть, что происходит с денежно-кредитной политикой, как это влияет на реальную экономику, как это влияет на безработицу, как это влияет на стоимость денег в экономике. К чему это в итоге приведет? Это приведет к тому, что компании, которые относились к компаниям роста... Что такое компания роста? Это компании, которые особо не зарабатывают. То есть, компания роста – это компания, которую инвестор покупает не с позицией, связанной с тем, что я буду получать от нее дивиденды какие-то. Я буду там жизнь рантье выберу, потому что компания платит щедрые дивиденды. Компания роста вообще не платит дивиденды. Они поэтому и называются компаниями роста. У них очень активно растет выручка. Они занимают новые рынки. Для того, чтобы занимать новые рынки, глубоко проникать, более широкий охват потребителей получать, они очень активно используют заемный капитал. Компании роста очень активно растут в период, когда нулевые процентные ставки. Когда процентная ставка ноль, и пройдя вот этот ноль по этой финансовой системе, как мед, опять-таки, начинает спускаться. И пока он спускается, кредит для компании роста составляет 1,5-2%. И компания берет очень активно увеличивать свою долговую нагрузку, потому что стоимость обслуживания этого долга копеечная. Сейчас мы видим, да, как непосредственно это влияет. То есть, обслуживание по кредитным карточкам выросло. Как этим компаниям сохранять свой рост? Когда люди будут терять уверенность в завтрашнем дне, потому что у них там стоимость кредитования выросла. У них меньше выручка. Люди не верят в завтрашний день. Уровень безработицы начинает расти. Они начинают продавать меньше своих товаров и услуг. Для них стоимость обслуживания кредита замещается более дорогим кредитом. У них нет денег, чтобы погасить кредит. И они начинают его рефинансировать. Если они 2 года назад рефинансировали его под ту же процентную ставку, то сегодня они его рефинансируют под 7%. И в конечном счете это приведет к тому, что выручка не растет. Ты рефинансировал кредит с 1,5% до 7,5%. Ты людей уволил, а все равно товары твои и услуги не продаются. Тебе не из чего заплатить кредит. И сколько бы ты людей не уволил, это никак не повлияет на твою выручку. И поэтому, когда я говорю о том, от каких компаний стоит воздерживаться, конечно же, в первую очередь, на первые полугодия 2023 года нужно избегать компаний роста. Нужно избегать компаний, у которых высокая кредитная нагрузка. Это касается и компаний, это касается и правительств. Особенно покупки облигаций стран еврозоны, где высокая долговая нагрузка. Потому что высокий долг является наибольшей угрозой. То есть компания может быть признана банкротом, компания лишится своих интеллектуальных прав, компания лишится своих производственных мощностей. И, соответственно, почему в 2023 году мы видели, что, допустим, индекс Dow Jones был в плюсе, а индекс Nasdaq высокотехнологичных компаний закрылся там минус 20%. Потому что, опять же, в технологичных компаниях очень много акций роста. И поэтому инвесторы наблюдают над тем, что происходит ужесточение денежно-кредитной политики. И поэтому они избавляются от акций роста. Поэтому точно не стоит, если вы инвестировали активно в технологический сектор Соединенных Штатов Америки, инвестировать в акции компании роста. Если вы инвестируете в такие компании, обязательно смотрите на то, чтобы у них была приемлемая долговая нагрузка. То есть нужно смотреть на два показателя. Размер долговой нагрузки, что происходит с выручкой компании. Если компании удается удерживать выручку на тех же значениях, это все равно плохо. Представьте себе, да? Даже компания, если удерживает выручку и относится к компаниям роста, это плохо. Почему плохо? Потому что у тебя стоимость обслуживания кредита вырастет. И вырастет значительно, у тебя выручка должна расти. А это, соответственно, достаточно сложно в текущей ситуации получить. И поэтому нет акциям роста, если у них высокая долговая нагрузка и выручка не растет на уровень обслуживания кредита. Раз. Два. Это любые компании с высокой кредитной нагрузкой, у которых высок уровень долга. Какие компании могут быть интересны? Все с точностью наоборот. Компании, у которых низкий долг, компании, у которых достаточно высокая маржинальность, компании, у которых стабильная выручка. Все это относится к компаниям, акциям стоимости. Дивидендные аристократы те же самые. Если такие бумаги у вас есть в портфеле, я думаю, что имеет смысл их сохранять. Это не значит, что они не будут падать в цене в 2023 году. Это говорит о том, что вы защищены, как акционер, от банкротства данной компании. И компания сможет расплатиться со своим долгом. Может быть высокая долговая нагрузка, но у компании может быть высокая маржинальность. То есть есть такой коэффициент net margin. Соответственно, если net margin для американских компаний более 20%, я думаю, что тоже не является угрозой для долгосрочного инвестирования. Вот, наверное, о чем хотелось сказать сегодня. Более подробно о ситуации 2023 года. О том, каким образом сформировать свой собственный инвестиционный портфель. Какова должна быть доля консервативных инструментов и каких. Какова должна быть доля агрессивных инструментов и каких. Как это разбить по различным классам активов, по различной страновой диверсификации. Мы расскажем на нашей конференции, онлайн конференции инвесторов Max Capital. Дадим конкретные истории, конкретные инструменты. Если вам это интересно, будем рады видеть на конференции. Ссылочка под данным видео. Проходите. С удовольствием поделимся. У меня на этом все. Пока-пока. Продолжение следует...